Прямые платежи. В Октябрьском районе Саратова возросло количество плательщиков за тепло. Деньги за оказание коммунальных услуг внесли почти 100% жителей. Чем обосновано их ярое желание не быть должниками, узнала Елена Макарова. Если схематично изобразить поток средств за отопление горячую воду саратовцев, картина будет выглядеть так. Деньги за коммунальные услуги поступают управляющим компаниям. Те, в свою очередь, расщепив платежи, отправляют их уже на счета поставщиков ресурсов. Перечисляли деньги общий платеж, все уходили на управляющую компанию. А перечислялись ли деньги непосредственно поставщику или не перечислялись, было непонятно. За счет этого была вероятность, ну и по крайней мере существовало, что за должность по дому необоснованные, хотя жители платили. Такая схема не устраивала ни население, ни администрацию Саратова, ни Волжскую территориальную генерирующую компанию. Именно поэтому городские власти предложили все денежные средства, собранные с населения, перечислять напрямую поставщикам, тем самым минуя лишнюю ступень в этом вопросе управляющей компанией. Инициатива по таким прямым платежам была у главы города. Она родилась еще, наверное, по весне этого года, собственно, до создания Саратовского филиала. В момент создания Саратовского филиала мы подхватили эту инициативу, и благодаря поддержке администрации мы, собственно, запустили этот проект. Видим, что уровень платежей поднялся, можно сказать, в разы. В октябре этого года уровень оплаты текущего потребления вырос до 97%, а в прошлом октябре за месяц поступило всего 69% платежей. В ноябре разрыв между показателями двух лет оказался еще больше – 50%. Пока новая схема платежей внедрена масштабно только в одном районе Саратова – Октябрьском. Но уже скоро жители других районов города смогут оплачивать коммунальные услуги напрямую. Самый в этом неблагонадежный район был у нас, самый такой проблемный район был Октябрьский. И поэтому было решено как раз на Октябрьском районе отработать этот пилотный проект, когда жители будут платить нас напрямую уже к получателю. Пока итоги оплаты за прошедшие два месяца не окончательные. Часть жителей, опасаясь задвоенности платежек, не решилась оплачивать услуги по-новому. Однако процесс перехода напрямые платежи в Саратове продолжится. И до конца года к жителям Октябрьского района присоединятся и жители Ленинского. Руководство ОТГК считает, что от прямых платежей выигрывают и поставщики, и потребители. Теперь они могут быть уверены, что средства дойдут по назначению. Елена Макарова, Александр Шевченко, Олег Захаровский, Алла Хорунова, Вести, Саратов.